В полуразрушенном Петропавловском храме села Умя Казанской епархии впервые состоялась божественная литургия. Возрождение Древней Святыни началось с весны этого года. В ремонтно-восстановительных работах принимает активное участие молодежь. Духовенство же Свято-Вознесенского архиерейского подворья, к которому приписан сельский храм, приглашает всех желающих строителей, благотворителей и просто волонтеров присоединиться к благовому делу. Слово нашим коллегам из православного Татарстана. В приписном храме Свято-Вознесенского архиерейского подворья города Набережной Челны Казанской епархии в селе Умяк после долгих лет запустения отслужена первая божественная литургия. Престольную службу святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, в честь которых освящен храм, возглавил благочин из Акамского региона протеерей Андрей Дубровин. Ему сослужили клирики Свято-Вознесенского собора города Набережной Челны. Отец Андрей рассказал, что этот храм был некогда построен всем миром. В середине XIX века семь кряшенских деревень были приписаны к этому приходу. Настоятель также выразил надежду, что молитвами апостолов Петра и Павла нужно снова всем миром восстановить этот храм и наладить в нем церковную жизнь. Жители села Умяк долго ждали этой службы. И вот, наконец, этот день настал. Около 50 сельчан посетили праздничное богослужение. Прихожане поставили свечи за упокой и здравие своих близких. Многие впервые в жизни исповедались. На праздничную службу приехали жители окрестных деревень и прихожане Покровского молельного дома соседнего села Лубяны, который также является приписным приходом Свято-Вознесенского архиерейского подворья. Люди молились со слезами на глазах, а потом благодарили священнослужителей за начало восстановления храма и за предоставленную возможность пока хоть изредка посещать храм Божий. До слез было приятно слышать такое благоговение, такое моление, такой красивый резонанс, который в этих старых стенах ощущается. И чувствуется, что молитва идет к Богу. Сегодня мы все здесь. Почувствую какую-то благодать и легость. И так хочется пронести ее до конца. Активные восстановительные работы в Петропавловском храме села Умяк ведутся с весны этого года. За это время было организовано поселение для трудников. С помощью благотворителей приобретены бытовки, изготовлен деревянный навес, проведены электричество и вода. Трудовая бригада ведет внутренние штукатурно-отделочные работы и внешнюю реставрацию здания храма. Вот сюда выехали с молодежью, по славу Божию, поработать, восстанавливать храм и пожить на природе. Какие-то занятия себе находим, полдня работали, немножко находили себе какие-то занятия, развлекались, на рыбалку ходили. Очень хорошо провели время, поработали, отдохнули. За время, проведенное в этом месте, я набрался необычайно большого опыта. Общение с людьми и общение с Богом. Когда ты восстанавливаешь храм, ты делаешь богоугодное дело. И каждый день, проведенный здесь, был наполнен неевомерной какой-то силой, энергетикой, которую я впитал в себя.